Это жилой дом, да. Он стоит на кадастровом учете как жилой дом. Земля у нас находится в собственности, везде у нас проходят документы, и человек здесь жил. Вот только человек, он же жилец помещения, он же собственник здания, которого, как нам удалось узнать, зовут Амир, во время сноса постройки так и не появился. Его официальный представитель заверил у нас. Мужчину увезли на скорой с сердечным приступом. Не выдержал, узнав, что лишился крыши над головой. Кроме того, нам показали документы, где это здание числится как жилое. И, мол, СТО тут не было. Внизу стоят гаражи, но это не запрещено у нас по градостроительству. Мы можем на первом этаже разместить гаражи, а вверху у нас жилое помещение. У нас там по плану все написано, где кухня, где комнаты, где кабинет. На данный момент человек проживал, он остался без жилья. Сносить помещение начали еще вчера. Сегодня любой прохожий может увидеть интерьер внутри здания. Громоздкая железная лестница, лампы освещения, как в офисе. Да и пользователи всемирной паутины твердят, машины здесь мыли. Боюсь спросить, а вы там мыли свое авто? Отец мыл. Были вместе там. Я оценил. Отец тоже. Здание появилось на Пионерском бульваре около двух лет назад. Вскоре власти стали разбираться в законности постройки. В администрации города выявили факт самовольного возведения объекта капитального строительства. Здание в настоящее время эксплуатируется в качестве станции технического обслуживания автомобилей. Строение расположено в жилой зоне с малоэтажными домами с ограничениями в использовании земельных участков. А также в инженерно-транспортном коридоре, где не допускается строительство и реконструкция объектов капитального строительства. Кроме этого, градостроительный план этого земельного участка не разрабатывался. Разрешение на строительство объекта не выдавалось. В администрации города Кемерово было подано заявление о снесении данного здания. Но решение суда было вынесено. Должнику был дан срок для добровольного – три месяца. Однако в данный срок должник не исполнил решение суда. В связи с чем был исполнительный документ предъявлен на принудительное исполнение в службу судебных приставов. Тем временем на месте сноса мы встретили мужчину, который заверил нас – СТО здесь никогда не было. Летом как занимались, ну там деятельность небольшая, я как по деревяшкам, по деревьям, по изготовлению дверей там. Ну очень удобно было, конечно. Просто как знаком мой, мы с ним составили договор, я им проплатил. Меня не предупреждают ничего, приезжают судебные приставы, давай тут все вывозите, убирайте, или мы вообще все опишем. А так зимой техника загонялась. А помещение словно таяло на глазах. Как нам объяснили официальные представители собственника постройки, связаться с ним сейчас невозможно. Он находится в больнице, мужчине 51 год. Он мастер спорта по вольной борьбе, проблем с сердцем до этого не имел. Когда ему позвонили и сообщили, что здание сносят, он просто повесил трубку. Работы по снасу здания ведутся в режиме нон-стоп. Сейчас от помещения осталась только коробка, сняли даже крышу. Как нам пояснили, судебные приставы, которые работают на месте, платить за ликвидацию постройки придется собственнику. Полина Егошина, Юлия Мелехова, Антон Скомаровский, Константин Червяков. Новости моего города.